Особое мнение на 101FM За ремонт дорог переведут с иностранных платформ на отечественные Так называется публикация В них говорится о том, что в Кировской области Предложили выбирать участки для ремонта При помощи госуслуг Это, как я понимаю, инновация И как голосовали до этого? И как голосовали или вообще? До этого голосовали Я тоже помню, что было Это голосование с 2016 года начиналось И оно такими, знаете, как бы волнами А это условия, насколько я помню Выдачи федеральных денег, да? Это одно из условий Да, да, да Это одно из условий Сначала приоритетного проекта Сейчас национального проекта Безопасные качества национальной дороге Это именно участие общественности Участие граждан в выборе автомобильных дорог Которые будут ремонтироваться Понятно, что они должны проходить Граждане должны выбирать В рамках каких-либо рейтинговых голосований В рамках рейтинговых опросов, да И они проходили Просто в последнее время Наше министерство транспорта И совсем наши чиновники Любили это делать Сразу на три года вперед, грубо, да Они этот список составляли самостоятельно Они спрашивают граждан Все это опубликовывалось на каких-либо сайтах Либо администрации Либо сайтах, которые, порталы Которые аффилированы как-то к администрации, да И при помощи различных иностранных платформ Такие как Google, к примеру, да Либо еще какие-то другие платформы, да Но люди, кстати, даже не понимали, наверное Что тут какие-то иностранные платформы задействовали Это так выглядело, как опрос на сайте Да, это опрос на сайте Но просто вопрос в чем? Вопрос не в том, что Как бы я не придерживаюсь позиции Там вот Google версия, она плохая, да Я придерживаюсь позиции, что есть российские платформы Есть наши платформы Куда государство вкладывает миллионы-миллионы рублей Такие как платформа госуслуги Которой мы все активно пользуемся Особенно в последнее время, да Последние там года три-четыре Ковид сильно поспособствовал увеличению числа пользователей Да, да, да Ковид очень сильно поспособствовал И с этой позиции, с учетом того, что есть платформы На которые можно спокойно проводить данное голосование И которая с точки зрения, как мы говорим, накрутки Защищена Защищена Она защищена, и мы это понимаем, что она защищена Потому что она проверена Она проверена даже в Кировской области Тут даже дело в том, что просто человек, он же вот, он один раз зашел Он авторизован Авторизован, и он больше второй раз не может проголосовать И мы эту платформу уже проверяли на голосованиях в Кировской области Это в рамках молодежного парламента Помните, как это активно все выбиралось? Как это активно все обсуждалось? И эта платформа показала очень, на мой взгляд, демократические, как это сказать, выборы Ну да Да, по той причине, что мы знаем, какой бы результат молодежного парламента Очень удивил многих Поэтому, на мой взгляд, что голосование через госуслуги, выбор именно Через госуслуги, это то, что должно быть, это не будущее Это то, что должно сейчас уже быть, да И то, что должны мы делать уже сегодня, а не завтра И это удобно? И это удобно То есть это можно каждый год проводить? Это можно, во-первых, проводить каждый год Во-вторых, опять же, по информации нашего министерства, как я его называю, минцифры Там, конечно, министерство информационной, что-то, да-да-да Информационных технологий и связи Информационных технологий и связи А я, пожалуйста, минцифры называю их Вот, они говорят, что на сегодняшний день Кировская область, во-первых, в топах регионах по регистрации в госуслугах Порядка 840 тысяч жителей кируются с 14 лет И можно ли ребятам в 14 лет давать такое, можно сказать, право выбора? А почему это нельзя-то? Нет, я и говорю, у нас возникнет дискуссия Вот моя позиция, например, если у нас же особое мнение, да Моя позиция была, что да А почему нельзя? Ну, там я видела, высказывали опасения, что, может быть, какие-то муниципалитеты будут пользоваться тем, что школьники, может быть, там, я не знаю Это же хорошо Не совсем самостоятельно вынуждать их голосовать за какие-то нужные участки Давайте, честно, голосование в молодежном парламенте, опять же, сведусь к этому Оно показало, что школьники очень активно голосуют Да, там был цензор, вот, чтобы вы понимали, да, за молодежный парламент, вот, был фильтр Фильтр выше, до 35 лет ты не мог проголосовать Я лично после 35 лет, я не мог проголосовать Я хотел проголосовать, я заходил на госслуги, но госслуги мне говорили, извини, друг, ты уже старшая И ты не можешь никак проголосовать Ты уже ничего не решаешь Если мы с вами выберем, ну, как бы, понятно, что это не нам решать, там, решать кому-то, кто голосует, там, с какого сегмента возраста, там, с 18-16 То есть там можно поставить ограничения? Конечно, там можно поставить ограничения, там можно поставить даже ограничения по населенным пунктам, если уж так, такой вопрос пошел, да, там, данная платформа дает возможности, потому что ты зарегистрирован по месту регистрации данной платформе То есть условно ты можешь голосовать, например, за какие-то участки дорог в своем районе Конечно, вот, например, сейчас, вот, например, сейчас проходит, уже прошли голосование по двум населенным пунктам агломерации города Кирова Слободской и Кирово-Чепецк Так Мы, проанализировав обе платформы, обе, как говорится, оба голосования, оба опроса, да, мы пришли к выводу, что по обоим опросам можно накрутить было элементарно Я сам по Слободскому проголосовал 10 раз, лично, лично, 10 раз зашел на одно и то же сайт и проголосовал за все улицы Специально проверял, такая же ситуация, примерно похожая ситуация была по Кирово-Чепецку Да, то мы с вами понимаем, что я не житель Слободского и Кирово-Чепецка, а голосую за эти населенные пункты, да, а почему нельзя, как бы, почему меня так-то по факту я должен ограничен быть в этих возможностях И голосовать должны те люди, которые живут там, ну, это с точки зрения, не знаю, моей логики, да, вот, но таким образом, вот вы правильно, как сказали, есть опасения У нас тоже есть опасения, да, что какие-то энные лица, которые заинтересованы в каких-то улицах, особенно там в промышленных улицах, каким-то стройобъектом, заводом, там, не знаю еще Были примеры, когда выбирали для ремонта участки, которые не идут, например, к какому-то крупному жилому микрорайону, а идут к какому-то предприятию Или к какому-то там, я не знаю, району Да, это были случаи, мы это обсуждали в этой студии неоднократно, поэтому у нас есть такие опасения, и поэтому изучив вот то, что сейчас произошло, вот оно произошло в конце июня, начало июля, можно так сказать, да Мы пришли к выводу, что эта система, она не показывает наглядно, а как голосуют люди И поэтому мы требуем, мы будем настаивать, нас поддерживают Мы это рабочая группа Да, рабочая группа при общественной палате, чтобы голосование проходило хотя бы, хотя бы, мы вот как бы так после заседания проговорили все моменты, да, хотя бы в рамках агломерации города Кирова И если у нас со следующего года начнут активно ремонтировать дороги в районных центрах, то, конечно, районные центры Да, с региональными дорогами это немножко хуже, по той причине, что иногда региональная дорога проходит через несколько населенных пунктов или через несколько районов Да, и поэтому этот участок, ну как его выбирать? Вот каким образом голосовать, да, за него? Понятно, что здесь, я думаю, что должны выбирать уже специалисты, специалисты там Министерства транспорта, Дорожного комитета, да Ну понятно, желательно спросить и общество отчасти, но не так, что рейтинговым голосованием, а хотя бы понять, как бы, какое мнение граждане, на какая позиция их, да, в данной ситуации Вот, но именно ремонт дорог, которые связаны с населенными пунктами, без района, Уржум, Оричи, Киров, Слободской Это обязательно должно быть через портал госуслуги, по той причине, что еще нам задавали интересный вопрос, а как, если нет компьютера? Извините, у нас МФЦ для чего? У нас в каждом региональном центре, районном центре есть МФЦ Ты можешь прийти в МФЦ и спокойно проголосовать, это нам также Минцифра наша сказала, что это дает, есть такая возможность, потому что Вспоминая, вспоминая ковид, что-то подобное было Да, МФЦ это тот проводник, МФЦ на сегодняшний день это тот проводник, который между гражданином и госуслугами Когда гражданин не может разобраться, он приходит в МФЦ, МФЦ ему объясняет Если ты хочешь проголосовать, поставить галочку, да, ты можешь прийти в МФЦ и проголосовать, и это тоже возможно В таком случае, Константин, единственная, наверное, такая история, тревожащая меня, которую я вижу в этой системе голосования Это то, что у нас всегда будут ремонтировать те участки дорог, которые находятся рядом с крупными жилыми массивами Если, например, мы как-то по районам будем делить, потому что там большее количество человек живет Условно, в чистых прудах, например, если стоит выбор между чистыми прудами и какой-нибудь улочкой в центре Кирова Где пятиэтажки или вообще двухэтажные домики стоят Люди голосуют, их там немного, они прописаны тут А там, извините, большое количество человек, в основном молодежь, которая вся на госуслугах, вся в компьютере И, естественно, что вот эта маленькая улочка, она будет проигрывать тому большому микрорайону Я не знаю, может быть, это и справедливо будет, потому что чем больше человек пользуется плохим участком дороги, тем скорее, наверное, его должны починить С точки зрения, как вы правильно сказали, есть опасения, да, но с точки зрения, если больше за этот участок дороги проголосовало людей Значит, больше людей активных в этом микрорайоне, на этой улице или еще где-то, да, значит, они больше пользуются вот этой услугой, вот этой дорогой Значит, чем быстрее ее отремонтируют, и тем более положительная будет их реакция общества на власть Вот это же тоже не надо забывать, да, вот эти моменты некоторые Тут, понимаете, как бы, да, есть участки дорог, где и про них тоже мы никогда не забываем, и про них тоже всегда говорим Да, где, как вы правильно говорите, это не микрорайон, но это какой-то населенный пункт в черте города Кирова, да, где там, не знаю, как у нас это было, многодетные семьи выделяли земельные участки Ну, где малоэтажная застройка, да, где малоэтажная застройка, где немного, эти участки тоже не надо забывать Но с учетом того темпа ремонта, не строительства, ремонта улиц, которые происходят уже на протяжении, там, 16-го года в городе Кирова У нас все меньше и меньше участков вот именно в густонаселенных районах остается Мы уже с вами, если замечаете, уходим уже на ремонт улиц, например, в этом году ремонтировали улицу Пристанскую, о которой раньше никогда не замечали и не вспоминали Все кировчане даже знают, где она находится Да, где она находится, в этом году отремонтировали, да, не всю, но там, где было твердое покрытие, старый асфальт, да, этот участок отремонтировали, да Ремонтируют, например, такие улицы, где, ну, вот, наконец-то ждем мы, что улицу Ленина с улицы современный перекресток отремонтируют в ближайшее время. Там уже строительство, да. Ремонтируют улицы, и я думаю, что и до таких улиц, с учетом, если чем больше темпа строительства будет, тем меньше будет плохих участков, тем быстрее придут на те улицы, которые не густонаселенные. Но всегда же надо, прежде всего, как бы об основной массе людей заботиться. И так это моя такая позиция. Ну, чем больше страдающих, скажем так, от плохой дороги, тем быстрее надо ездить. Ну, да, либо один с табличкой у дороги стоит, либо их сто с табличкой у дороги стоят. Есть разница? В таком случае вопрос, насколько быстро это может быть внедрено, и должно это быть внедрено, к какому времени, чтобы там следующий условно дорожный сезон не провис у нас. У нас же разыгрываются, насколько я помню, лоты чуть ли не в конце года. Понимаете, как бы мы сейчас, мы свою эту позицию высказали. Высказали позицию общественной палаты, рабочей группы, да, Минцифра поддержала. Теперь ждем позицию в Рио губернатора Александра Валентиновича, да. Он говорит о том, что мы должны голосовать, но нет четкой позиции его, где мы должны голосовать, да. Мы ждем позицию Министерства транспорта Кировской области. Они, например, мы согласились с их позицией, мы пришли к их мнению, что да, давайте региональные дороги, за них не будем голосовать, да. Это их четкая позиция, это замминистра транспорта Шевелева. Юрий Шевелева. Да, Юрий Шевелева была. И мы с ней согласились, мы пришли к этому мнению. Но, по крайней мере, пока мы не слышим вот четкой позиции госуслуги, либо это другие платформы. Говорят, надо голосовать, а как голосовать, никто никому ничего не говорит. Поэтому, надеемся, мы уже неоднократно письма направляли в правительство Кировской области, надеемся, что в ближайшее время мы услышим такую жесткую позицию кого-то из правительства. Ну, определенную, по крайней мере. Определенную хотя бы, да, потому что, понимаете, сейчас чиновники там Слободского, без разницы, до любого населенного пункта, ну, да, надо голосовать. Как? Да, найдем. Как? Сейчас пойдем с листочком опрос проведем, грубо, да, либо разместим на каком-то сайте, на котором можно легко накрутить, как уже было нами проверено, да. И мы эту проверку, общественную проверку, уже направили и в Слободской, и в Кирово-Чепецк с разъяснениями, что мы считаем, что эти голосования, давайте я назовем, недействительны, так это назвать. Нелегитимны. Нелегитимны, да, по нашему мнению, потому что мы их проверили. Мы их проверили, мы сами, я лично сам проголосовал 10 раз за все улицы в Слободском, да. Но это также нельзя, по крайней мере, у меня должен быть один голос и, может быть, за одну, ну, максимум за две улицы, но не за все же сразу. И насколько легитимно это голосование, да не на сколько, даже на ноль процентов просто-напросто. Поэтому хотелось бы, чтобы общественную палату, рабочую группу, вот с нашим предложением, что и с поддержкой Минцифры, потому что они понимают, что это можно делать. И это, понимаете, чтобы еще вот так донести до всех информацию, да, у нас же позиция федеральной власти на сегодняшний день, это информационная трансформация, как ее называют, да, это уходим в цифру. Почему госуслуги, почему мы там, как вы правильно сказали, в ковид мы ушли в госуслуги, все получали там QR-коды, там, не знаю, сертификаты, все. Так потому что эта жизнь, это не будущее, это уже сейчас. И если мы будем людей от этого отодвигать, типа, не-не-не, да что, зачем, да мы сейчас лучше с бумажкой пройдем. Так зачем-то государство, зачем федеральная власть, зачем все вкладывают огромные деньги в развитие наших российских платформ. Нет, я считаю, что это прежде всего, если мы идем в тренд информационной трансформации, да, то значит мы должны поддерживать. И в рамках таких простых опросов, а это очень простые опросы, по выбору улиц мы должны поддерживать. Константин, а я правильно понимаю, что пока ни один регион России вот такое голосование через госуслуги не внедрял? Нет, у нас внедряют только, чтобы вы понимали, мы голосуем через комфортную городскую среду, а мы же уже голосуем. Мы же все голосуем через госуслуги по комфортной городской среде. Вот, и почему нельзя здесь проголосовать? То есть там сайт городская среда, с которой ты уходишь, получается, через госуслуги. Да, 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 ты там вот сразу, ты уходишь госуслуги, почему, а почему там обязательно? Вот мы задались таким вопросом, почему по национальному проекту БКД, да, безопасность и качество, не надо обязательно, а в городской среде по другому национальному проекту, а это обязательно. А потому что Министерство строительства Российской Федерации четко в проекте, нацпроекта прописало, как должны люди голосовать. И сейчас мы направили письмо в Федеральное дорожное агентство Росавтодор с просьбой учитывать наше мнение. Мнение общественной палаты Кировской области, мнение рабочей группы, что мы просим учитывать мнение. И давайте внесем изменения в национальный проект безопасной и качественной дороги, именно вот эту строчку добавим, что обязательное голосование по районным центрам, по агломерациям, населенным пунктам через портал госуслуги. И надеюсь, что нас услышат. Мы еще, наверное, дополнительно в Министерство транспорта, на Министр транспорта Российской Федерации направим письмо. По той причине, что они тоже как, не знаю, курирующие ведомства. Вот таким мы и занимаемся сейчас. И мы пойдем по этой дороге, мы будем просить, требовать, настаивать, чтобы мы все равно ушли по системе опросов, голосований дорог в портал госуслуги. Тем более, что обещают дать денег. Ну, тем более. Тем более, что обещают дать денег. Но мы сейчас, на самом деле, как я понимаю, будем продолжать уже говорить не про проект БКД. Речь идет о дорогах, так называемых, местного значения. То есть это о районах области идет речь. Больная совершенно тема, о которой мы много раз в этой студии говорили. Напомните, пожалуйста, Константин, вот сейчас, как я понимаю, из новостей было заявление как раз Александра Соколова о том, что со следующего года в Кировской области удвоят финансирование на ремонт дорог местного значения ту сумму, которая выделяется районом. Сколько сейчас выделяется районам, на что этого хватает, и, собственно, откуда мы эти деньги, те, которые удвоятся, будем брать? Вот смотрите, у нас, согласно законодательству, получается, нашего регионального законодательства, на районы Кировской области выделяется 5% дорожного фонда. Ну, грубо, у нас там 10 миллиардов дорожных фондов, но сейчас больше там. А остальное куда уходит? А остальное уже перераспределяется в виде там субсидий, у нас же районного центра, региональные дороги, ремонт содержания, ремонт мостов. А дальше уже каждый, по-честному сказать, каждый глава района идет с протянутой рукой. Вот ему выделили, грубо, официально 30 миллионов рублей на район, да? А дальше, если он хочет там что-то отремонтировать, он идет с протянутой рукой там к председателю правительства, к примеру, да? Либо к министру транспорта, говорит, ну дайте, пожалуйста, там еще плюс 30 миллионов, да? И там с барской руки тебе выделяют. Ну, это в основном уже происходит на протяжении, наверное, всего времени, пока существует там Кировская область, да? Ну, по крайней мере, вот там, сколько я знаю. О каких дорогах идет речь? Речь идет о межмуниципальных дорогах, да? Речь идет о местных дорогах, которые внутри района. Да, у нас же дороги какие? Федеральные, региональные, районные, да? И там, поселковые, можно так их назвать, да? Вот эти 5% они на что выделяют? Эти 5% выделяются на район, на районные дороги, а район уже распределяют внутри района, да? Сельскому поселению, отремонтировать районный центр, к примеру, там, отремонтировать там районную дорогу от населенного пункта такого-то до такого-то. От одного поселка до другого поселка. Да, до другого поселка. Ну, вот, и это всего 5% официально. Официально у нас в постановлении правительства Кировского области прописано. Мы настаивали неоднократно уже на протяжении, там, как минимум двух или трех лет, мы настаиваем, чтобы это увеличили до 10% хотя бы. Ну, грубо, если у нас 10 миллиардов, то миллиард на районы. Сейчас, грубо, это 500 миллионов, если 10 миллиардов. Но в этом году у нас дорожный фонд, там, порядка 12 заявляют миллиардов рублей. Ну, должны представлять, как бы, значит, чуть-чуть побольше. Мы настаиваем, чтобы официально в постановлении было прописано уже не 5%, а 10% дорожного фонда. Это обязательно, что должны получать районы. А дальше уже по приоритетной системе, либо эти деньги выделяются, где-то мост сломался, где-то, не знаю, там, дорогу надо починить, где-то там сельхозпредприятие развивается, которым требуется хорошая дорога для сельхозпредприятия, да, там, и понятно для этой деревни, потому что там развитие идет, потому что там люди хотят жить, и там развитие идет, и там надо ремонтировать. Вот, а дальше уже такая приоритетная. Когда мы, вот в данном ситуации, увеличив на 5%, вот увеличив на 50% получается выделение денежных средств для районов. Вот если эта инициатива будет сделана, а эта инициатива должна правительство Кировской области, возможно, инициатива в Рио губернатора, да, и дальше одобряется через законодательное собрание, а я думаю, что все сельхозпроизводители, все депутаты законодательного собрания, которые сельхозпроизводители... Но в правительстве вроде уже сообщают, что будет удвоен объем. Ну, будет удвоено, но как оно будет удвоено? Либо это будет в виде опять каких-то грантов, либо опять... Либо будет закрепленная вот эта вот история в 10%. Вот, либо это будет закрепленная. Если это будет закрепленная в 10%, то это уже стабильно называется. А не как обычно это бывает. Сегодня в этом году мы решили, что будет больше, завтра мы будет меньше. А когда ты закрепляешь в рамках законодательства Кировской области, тогда ты уже четко понимаешь, что вот эти плюс 5% ежегодно добавляются. Ну, не добавляются, они уже стабильные будут. А дальше уже как район защитит какую-то либо дополнительную программу по развитию дорожной сферы своего района, да? Либо обоснует, почему ему нужно вот в этом направлении дороги получать дополнительные денежные средства. Из дорожного фонда, либо там из других каких-то бюджетных источников. Это удвоение финансирования, оно позволит решить проблему быстро? Или не позволит? Почему? Оно, честно, не позволит. Все элементарно и просто. Вот мы на последнем, опять же, заседании, когда обсуждали, замминистра Шевелев Юрий был, и он сказал четко, ну, как бы, для того, чтобы у нас были дороги, как мы все хотим, идеальные, да, нам надо ремонтировать их 2000 километров в год. Так. Чтобы были идеальные. Это все дороги, да? Ну, это дороги твердым покрытием, грубо говоря, да, там асфальные дороги. Вот, если мы хотим, ну, а мы сейчас ремонтируем 400 километров. Это, вот, Константин, еще раз уточню, я поняла, что это дороги с твердым покрытием, то есть это дороги любого уровня, то есть это улицы в Кирове, туда входят, туда входят. Улицы в Кирове, районные центры, еще где-то все, это все ходит в общем, да. 400 километров. Да, но мы сейчас ремонтируем, она ремонтирует 2000. Вот, понимаете, мы каждый год, грубо говоря, не доремонтируем. То есть этот дорожный фон должен быть в 5 раз больше? Да, приблизительно. Ну, он примерно назвал, я вот, честно, не скажу цифру, где-то порядка 50 миллиардов рублей. Вот, если бы у нас дорожный фонд был 50 миллиардов рублей, то за 6 лет, за 6 лет, наши бы дороги были там все идеальные, и они бы вступали в стадию опять, ну, знаете, у нас есть там гарантийные обязательства, грубо говоря, 4 года, и плюс мы там берем плюс 2 года, чтобы дорога еще простоит. Потерпит еще. А если мы ее строим, то это от 6 до 8 лет примерно, да, там гарантийные обязательства. И потом уже наступают межремонтные сроки. Вот, и в данной ситуации, если там, грубо говоря, взять период 6-летний, раздробить на 6 лет, да, то нам надо ремонтировать по 2000 километров дорог, потому что на них порядка 12 тысяч получается, да, там 11 с копейками, около 12. Вот, и надо 55 примерно, ну, 50-55 миллиардов рублей на ремонт всех наших дорожной сферы. Но это нереальная цифра. Это нереальная цифра, и поэтому при увеличении бюджета района, да, в районах жизнь улучшится, не спорю, потому что с учетом тех денег, которые им сейчас выделяют, ну, это латание дыр. Если будут выделять в 2 раза больше... А я правильно понимаю, Константин, мы с вами ведь вроде уже обсуждали, то есть вот эти 30 миллионов условных, про которые вы сказали, это выделяется на все. То есть и на ремонт дорог, и на содержание зимой. На все, это я вам... Это же дорожный фонд, понимаете? Вот дорожный фонд, это все, все, это ремонт мостов, содержание, все вместе. И вот как раз с этого дорожного фонда 5% тоже на все. Вот, будут выделять хотя бы 10%, это уже лучше. Это уже лучше, да. Это выделили тебе 30 миллионов, сейчас тебе выделяют 60 обязательно. Тебе уже на 30 плюс миллионов можно маневрировать, как говорят, да, как в главе района, уже где-то там смотреть. А плюс он еще понимает, что может взять какие-то там гранты, какие-то ФЦПшные проекты, еще, еще, как у нас вот сейчас на некоторые районы выиграют. Где-то бизнес привлечь. Где-то бизнес привлечь, вот у него уже как бы попроще становится, да. Потому что он уже знает, что обязательно ему в конце, в начале следующего года вот придет эта сумма. И, а дальше, как уже попросит остатки. От того, что районы получат больше денег, кто потеряет? Потеряет региональные дороги. Потеряют региональные дороги. Но с учетом того, что мы за последнее время региональные дороги привели в, я не скажу, не в идеальное состояние, но, по крайней мере, в лучшее состояние. Да, в терпимое, да, состояние. Даже по сравнению с федеральной дорогой, честно, как бы ездят по федеральной дороге в направлении там Амутнинска, мы все знаем, в каком она ужасном, отвратительном состоянии находится. Поэтому региональные дороги, да, они потеряют. Они потеряют, либо мы, не знаю, потеряют Киров, к примеру, региональная сеть, ну, агломерация потеряет, например, какую-то сумму. Ну, я думаю, так это и правильно сейчас-то. Моя позиция. Константин, сейчас кировчане не одобрят. А мы, погодите, погодите, мы кировчане, мы кировчане все Кировской области, да. И вот дробить нас там, мы кировские, там, слободские или чпецкие, да вот без разницы мне. Мы все, и все люди, которые живут в Кировской области, для них, для всех должна быть одна идеальная условие. Подождите, мы понимаем, что дорожный фонд формируется в том числе за счет налогов, которые платят автомобилисты, за счет бензина, да, акцизов, я так понимаю. Вот. Извините, в Кирове больше живет налогоплательщиков. Думаете, сельхозпредприятия в сельской местности меньше бензина закупают? Не знаю. Не, я думаю, не меньше, поверьте, у них там такая техника, что там просто тоннами этот бензин и дизельное топливо уходит, да. Ну ладно, хорошо. Да, там меньше жителей. Кировские налогоплательщики скажут, мы платим налоги, почему это за наши налоги должны делать дороги где-нибудь в Амутнинске? Знаете, кировские налогоплательщики бы по мусорной теме также бы спросили вопрос, задали. Почему мы? Ну, давайте не будем. Мы сейчас можем с вами углубляться вот по этой теме. Поэтому сейчас, на сегодняшний день, районные дороги, а мы все в Кирове, кто живем, а я еще хочу сказать, мы, кто в Кирове живем, в основном мы все с районов. Ну, не в основном, но многие. Многие, многие приехали с районов. И когда они едут к себе домой, там на родину, к маме, с папой, там, не знаю еще, бабушке, ну, знаете, им, думайте, приятно ехать по такой дороге, которая там вот у них, деревне. Понятно, мы, вот если вы откроете все социальные сети, там куча пабликов, где люди пишут, да там вот в деревне такая-то плохая дорога, а ты потом его спрашиваешь, да, а ты там живешь? Он говорит, нет, я уже лет пять оттуда уехал, но я до сих пор сюда. Съезжаешь с федеральной трассой на дорогу, которая ведет к населенному пункту, и начинаешь ощущать. А я, да, и он пишет, а я вот вчера туда приехал, пять лет там отсутствовал, и я ужасная дорога, да. Ну, понятно. И он решил вылить это все в социальные сети. А хотелось бы, чтобы он через пять лет-то приехал и ехал по хорошей дороге там. Да, этого нам всем бы хотелось. И вот поэтому ремонт региональных и районных дорог, особенно в населенных пунктах, и надо ремонтировать. Там живут такие же люди и такие же кировчане, и они тоже должны ездить в Киров, там, еще куда-то по хорошим дорогам. Да, у нас остается восемь секунд до рекламы. Я думаю, что сейчас нас звукорежиссер отпустит на нее. Мы вернемся и тему продолжим после. Особое мнение на 101FM Своё особое мнение сегодня Константин Сичихин высказывает, руководитель группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, эксперт общественной палаты. И мы продолжаем. Если про районные дороги и выделение денег районам в двухкратном размере, в финале тему, хотела, Константин, спросить, а техники-то хватит? Вообще есть кому ремонтировать дороги в районах? Да нет, дороги-то в районах есть, ремонтируются. То есть есть предприятия, которые готовы... На сегодняшний день у нас по Кировской области неплохая сеть заводов развернута. Даже у этого же госкомпании «Авиатавтодор». Да, и в частных некоторых компаниях есть свои асфальтные заводы. Плюс наши технологии сейчас позволяют в среднем асфальт возить на больших тонарах, к примеру, там, в радиусе. Ну, конечно, все от погоды зависит, но в среднем даже там некоторые 200 и 250 километров возят асфальт, да, от завода до места, где укладывают асфальт. Поэтому, как бы, технологии есть, техника есть, да и сегодня или вчера, не знаю, новость читала, что «Авиатавтодор закупает» еще 55 единиц в этом году хочет закупить техники, да, для... не знаю, какой, честно, возможно, либо для содержания, либо для ремонта дорог, но, по крайней мере, они об этом заявляют и собираются закупать. И это неплохая новость, потому что техника, которая на сегодняшний день находится в районах у дочерних компаний «Авиатавтодора», это ДП различные там, ДП, то там желают лучшего. Потом сам видел своими глазами, в каком она находится состоянии. Не знаю, почему этим вопросом раньше активно не занимались, но техника в ужасном состоянии. И хорошо, что Александр Валентинович этот вопрос поднял, обсуждает и говорит про это. У нас просто очень мало времени, очень быстро двигаемся дальше. Еще одна новость, извините, сегодня все как-то с инициативами или встречами Александра Соколова связано, честное слово, не специально, но просто дорожная тематика, вот она в повестке сейчас, да? Всегда в повестке. До конца 2024 года отремонтируют в Кировской области более 270 километров федеральных дорог. Это важная новость или неважная новость? Не знаю, на мой взгляд. Или это такая проходная история? Это для меня, вот правильно вы сказали, такая проходная история, по той причине, да, федеральные дороги в Кировской области становятся хуже, но с учетом той цифры, которая названа, 200, порядка 70 километров, это разделить на два года, это всего по 130, грубо там, с копейками километров федеральных дорог, которые будут ремонтироваться в Кировской области. А с учетом их протяженности более там, порядка сейчас, тысячи или двух тысяч километров общие получается федеральных дорог по Кировской области. Не-не-не, подождите, вот то, что я в новостях вижу сейчас, субъект, общая протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения около 800 километров написано. Ну, значит 800, да, значит я ошибаюсь немножко, да, но мне казалось их больше, с учетом там протяженности автомобильной дороги Вятка и протяженность Р-243, ну, честно, мне казалось намного больше. Ну, ладно, пусть будет 800, но даже 273 километра отремонтированы, но не от капитального ремонта, это не такая существенная цифра, с учетом того, что раньше, раньше и сейчас примерно на ремонт федеральных дорог выделялось порядка там двух с половиной миллиардов рублей ежегодно, да, федеральным дорогам Кировской области для хорошего содержания и того трафика, которые, нагрузки, которые они испытывают сейчас, да, надо минимум от 5-6 миллиардов рублей ежегодный ремонт, чтобы выделяли на ремонт, капитальный ремонт, ремонт, в этом плане. Да, это большие цифры, но федеральные дороги Кировской области испытывают очень большую нагрузку, особенно нагрузка на Р-243, которая идет через Кострому, идет в Кировскую область и уходит в Пермь. Это огромный поток транспорта идет... Это то, что через Замутинск как раз, да? Да, это через Замутинск первая дорога. Это огромный поток транспорта, который идет с питерского направления, это огромный поток с московского направления, да, как бы. И эта дорога, она требует не просто ремонта, она требует капитального ремонта, а это другие деньги, это другие... Это не те цифры, о которых сейчас при встрече с Рио называл руководитель Росавтодора. С учетом того, что бюджет Росавтодора на сегодняшний день приближается к триллиону рублей, чтобы вы понимали, да, там порядка 990 миллиардов рублей это бюджет Росавтодора. Дайте нам 6 миллиардов, что вам жалко, что ли? Я вам про что и говорю, вот как бы для понимания, да, бюджет Росавтодора это уже порядка 1 триллиона рублей, да, там 990 с чем-то миллиардов рублей. Это на все федеральные дороги Российской Федерации, да, дав нам хотя бы 1% от этой суммы, мы с вами понимаете, какую цифру должны получать? А нам даже 1% пока не дают на Кировскую область. Эх. Вот, и хотелось бы, чтобы наше Министерство транспорта не радовалось вот этим цифрам, да, и вот этим возможностям, а настаивало на увеличение финансирования федеральных дорог Кировской области. Будем на это надеяться, у нас все ближе финал программы, и еще несколько тем впереди. Еще хотела, Константин, поговорить с вами про, скажем так, про дорожное строительство, наверное, так лучше сказать, да, и про доступность новостроящихся микрорайонов. Ну, прежде всего, мы про Киров, понятно, говорим, потому что жилищная застройка здесь у нас ведется, очень проблемных участков много, но в частности мы, не знаю, поговорим, наверное, про... Давайте поговорим про энтузиастов. Про энтузиастов. Про энтузиастов. Про то, что урванцев. Да. Это куча, очень много обращений, да, там не то, что там много жилых комплексов, там очень много обращений к нам в общественную палату приходят, люди пишут. В общем, это перекресток Ульяновской. Ульяновской энтузиастов. Наконец-то там Александр Анатольевич совместно с Дмитрием Осиповым что-то походили, побродили и обратили на это внимание и сказали, что будут строить какую-то тут развязку, дополнительную полосу, да без разницы, что они там будут строить, хоть кольцевое строите, да. Главное, разгрузите, пожалуйста, данный перекресток. Но он очень маленький на самом деле. Нет, он сам, сам он маленький, сам маленький, но место и площадь данных земельных участков, там поле рядом, да. Да, там, конечно, есть какие-то ограничения и по высоковольтной линиям, еще где-то какие-то моменты. Но суть в том, что место позволяет, чтобы построить дополнительно либо полосу для выезда, либо въезда в микрорайон, да, либо круговую какую-то развязку там построить. И мы неоднократно в администрацию писали письма по этому поводу и говорили, и обсуждали на рабочей группе, что это надо делать. Надеюсь, это осуществится. Конечно, я мало верю в слова Александра Анатольевича, с учетом той, ну, как бы, он много обещал нам. Давайте честно. Он много нам обещал. Он обещал кировчанам и туннель в Ноловятске. Ну, нет туннеля в Ноловятске пока. Да, он обещал дублеру улицы Ленина. Его нету пока дублера. Я не представляю, где его там прокладывают. Ну, я тоже не представляю, но, по крайней мере, нам обещали. Он обещал ремонт улицы современной, с улицы Агрономической. Это было не так давно. Его тоже пока нету. Обещания, Константин, ждут три года. Ждут. Но я надеюсь, что данное обещание он выполнит в ближайшее время. Будем надеяться. Спасибо. Ну, и там вот эта история, конечно, с перекрестком, она показательная, потому что, ну, начинается жилищное строительство, крупное достаточно, да? Там очень крупное. И строят, и дальше хотят строить. И там есть возможности не только позаботиться об этом перекрестке, там есть возможности построить дорогу в сторону улицы Московской. Там есть варианты, как это продлить. Я так понимаю, что там даже в сторону Метрограда можно как-то продлить. Да, там есть варианты. Там, конечно, лесок мешают, ну, как бы, есть варианты при желании наличия денег. Вы правильно, там же школу рядом собираются строить. Собираются ее, конечно, строят, за борта поставили, но пока не видно. Но суть не в этом. Суть в том, что есть очень много вариантов, чтобы этот микрорайон зажил другой жизнью. Задышал, лучше так сказать. Вот, прообещанные три года ждут. Прямо вот этим за финалем сейчас. Видели, наверное, его публикацию в «Настроем Кирове», да? Не прошло, не прошло и два года, да, как пишут ребята. Да, не прошло и два года. Понадобилось два года, чтобы прочитать материал и, наконец-то, начать равнять газоны с бортиком, да, чтобы грязь не попадала на дороге. А, ну, про газоны это тоже интересная история. Это интересная история. Правда, вот только начали, я так понимаю, делать это в Кирове. Только начали, но говорим об этом, опять же, три-четыре года мы говорим, что пора газоны немножко занижать от бордевого камня. Чтобы с них грязь на дорогу не стекала, особенно весной. Да не только, да даже вот просто в дождь сейчас, дождь идет, да, хотя бы при, как у нас любят, опять же, называть залповые ливни, которые у нас происходят в регионе, да, в последнее время, вот, то после залповых ливней, дождей, вот эта вся земля, которая с газоном, чтобы она на дорогу не утекала, на газоны занижать. И это хорошая возможность, меньше грязи будет на самой проезжей части. Вот, что меня в этой новости настораживает. Как пишут наши коллеги, да, раньше такие работы не проводились, в дальнейшем срезка газонов будет вестись в рамках муниципального контракта по содержанию уличной дорожной сети. Я правильно понимаю, что это означает, что контракт будет больше? Или это означает, что там столько же денег останется, просто на чем-то другом начнут экономить? А вот это мне стало интересно, если честно, если они хотят внедрить, честно, не слышал, от вас только первый раз услышал, если они хотят внедрить контракт по содержанию, то там денег нету на эти функции, не предусмотрены. Значит, либо будет увеличение контракта по содержанию, либо если они просто добавят, вот, где-то там, в примечаниях, что давайте будем занижать газоны, но при этом ни дополнительного финансирования не дадут. Вот, понятно, у нас подрядчик, ну, он не будет это делать, либо делать будет для фотографии, как это, опять Дмитрий Осипов выйдет, фотографируется где-то с подрядчиком, да. Как вы любите главу администрации. А я их обожаю обоих, и главу администрации, и председателя правительства, по той причине, что вот если бы люди делали, то я бы про них меньше говорил, а если люди не делают, то я про них буду всегда говорить. Ну, как не делают, вот, начали, наконец, срезать газоны. Да, ну, начали, спустя 4 года, да, ну, ни одного еще путепровода, ни одной дороги не построено, даже еще вспомнил улицу продолжение, улица Калинина пообещали нам, на улицу Щерца, помните, такой проект был. Я уж про Кирович Песк молчу с мостом в сторону Слободского и туда объездная, понимаете, я могу вот столько много глобальных проектов рассказывать, которые мы не видим и не слышим. Мы, Константин, может быть, не знаем, нам, может быть, работы ведутся во всем глобальным проектах, деньги уже, может быть, запланированы, и как повалится на нас, как посыпется это все к юбилею, к юбилею города, нет, 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 через 2 года, к юбилею Кирова, как посыпется на нас все, и проведем мы 650-летие Кирова, окруженные дорожными стройками. Тогда, поймите, окруженные вот ими дорожными стройками, так как ходить-то будем, как праздновать-то будем по стройкам. Ну, зато радуется же сердце, смотрите, все же строится. Если как все посыпется, тогда точно ни силы, ни подрядчиков и ни техники не хватит с нами, с вами, потому что мы сейчас наблюдаем, что у нас авиатавтодор настолько завален контрактами, что до сих пор, например, вот сегодня я писал, и люди пишут, да, о том, что перекресток улицы Современной и улицы Ленина, вот тот, который, должны реконструировать, его должны расширить с дополнительной полосой, с выездом на улицу Современную, да, до сих пор подрядчик не поступил, хотя контракт 4 мая на дворе до 31 августа. Я больше переживаю, знаете, за что? Я просто сам живу в этом районе, да, и когда 11-я школа с 1 сентября заработает на улице Современной и с августа заработает садик под номером 80, не ошибаюсь название, да, то люди, которые там с Солнечного берега детей возят, да, у нас там и так образуется каждый год, ну, пробка, она просто-напросто, потому что там выезжают с района, район большой, да, потом приезжают в школы, детей отвозят, садики отводят. Вятск едет в Киров. Огромные-огромные проблемы в плане транспортового движения. Движение будет более ампессивным, да, а там в 1 сентября выйдет подрядчик, вятавтодор, и скажет, да, это я сейчас начну копать, поставить блоки, перегородить дорогу, и все это будет так замечательно, что мы с вами получим опять огромное негодование, как это было недавно, на Павла Корчагина. А дублера улицы Ленина нет, и объезжать там некуда. Спасибо, Константин Сечехин, руководитель группы по контролю за ремонтом и содержанием дорог, эксперт общественной палаты Кировской области был сегодня в особом мнении, мы с Константином прощаемся, но думаю, ненадолго по дорожной теме всегда есть о чем поговорить. До свидания.